Я на самой первой лекции доказал два дополнения к кратичному закону взаимности. А именно, я доказал, что минус один ва-пэ это минус единица в степени по минус один ва-паламу. И доказал, что два ва-пэ это есть минус единица в степени ва-паламу минус один ва-паламу. Вот это называется первое дополнение к кратичному закону взаимности. Оно когда-то получается с проблемой к кратичному закону взаимности, подставительность числа минус единица, вот это и получается. Это мы доказывали чуть-чуть кедрее, рассматривали там число один плюс и возводили его в степени и так далее. Вот, ребята, о собственном квадратичном законе взаимности я не доказал. Я сказал, что легко получается при рассмотрении сумм-гаусса. Ну, замечательно. Давайте же все-таки выясним, как при помощи сумм-гаусса доказать вот такую вот замечательную форму. Если поигу нечетные простые числа, то, ну, естественно, разные, то символ лежантр b по кругу умножить на символ лежантр q по b это минус единица в степени, которая сзади пополаму умножить, которая сзади пополаму умножить, которая сзади пополаму. Потому что для сумм-якоби они очень потребуются. То есть я реально сейчас поднуждаюсь в том, чтобы вы вспомнили, что такое сумма-гаусса. Я на самом деле лишь могу написать формулу, кто ведь помнит формула сумма-гаусса, взятая от... Ну, хорошо, просто для обычного символа лежанта. Это было что-то такое, это было а по при, вспоминайте, умножить на зида, в какой степени? Ну, давайте, если уроды, я пишу, здесь k. k-та я сумму-гаусса, на зида в степени k-а. Суммирование берется по всем а от 0 до b-1. Ещё была доказана такая формула. g-к-та это есть k-у-p умножить на g-1. Пример гауссовой суммы для числа 5. Что такое g-1? Господа, смотрите. Вот есть у нас система координат. Есть точка 1. И правильный пятиугольник. Правильный пятиугольник выглядит примерно вот так. Вот это вот число зида. Это зида в квадрате. Это зида в кубе. А это зида в четвертом. Что такое по определению g-1? Вы должны подставлять в эту формулу вместо k единицу, а вместо а все числа от 0 до 4. Значит, так как символ 0 по b умножить на зида в нулевой стеке, зида в нулевой стеке это единица, а в прошлом символ 0 по этому слагам будет равно нулю. Дальше символ из единицы зида, из двойки символ лежанка зида в квадрате, из тройки зида в кубе, из четверки символ зида в четвертой стеке. Смотрите, единица это единица по модулю 5. Вот это 0 уже будет. Поэтому здесь будет просто зида. Двойка это некий тратический вычет. Почему? Потому что квадрат по модулю 5 это только единица или четверка. 1 это то же самое, что 4 в квадрате, 4 это 2 в квадрате, то же самое, что 3 в квадрате. Другие квадраты по модуле 2 просто нет. Значит, здесь пойдет с минусом зида в квадрате. Здесь тоже с минусом, а здесь с плюсом. Вот так выглядит гауссовая сумма. Если вы вспомните, что единица зида в квадрате, зида в кубе, зида в четвертой и равно единице, и прибавите эту сумму сюда, то это будет то же самое, что 1 плюс 2 дзида плюс 2 дзида в четвертой. Замечательно. Смотрим, что же это такое. Дзида и дзида в четвертой это на самом деле вот эти два вектора. Когда вы возьмете вдвоенную их сумму, то это будет, ну в общем, что-то такое. Надо взять вот этот вектор и еще чуть-чуть, да еще соединиться сложить. Так вот, ребята, теорема гаусса утверждает, что это будет корень из пяти. Я еще скажу, уж раз вы не помните ничего, я, конечно, вынужден буду ее доказать. Теперь давайте, чтобы вам было веселее, посмотрим, как выглядит сумма гаусса, когда b равно 7. Смотрите, надо нарисовать синий угольник. Дзида, дзида в квадрате, дзида в кубе, дзида в четвертой, в пятой, в шестой и это то же самое, что дзида в семью. Замечали? Ровно таким уже образом рассуждая, вы получите, что на самом деле нужна такая штука. Единица плюс 2 зида, здесь на самом деле квадраты идут, да? 1, 2 в квадрате, 3 в квадрате это 9, то есть по модулю 7 это будет что? Это будет 2. Плюс 2 зида в квадрате, так, 4 в квадрате это 16, то есть еще будет 2 зида в четвертой. Замечательно. Давайте смотреть, как это примерно выглядит. Что такое вектор дзида? Это вот этот. Это вот этот. Дальше, что такое дзида в квадрате? Это вот этот. Значит, у них сумма идет примерно вот сюда. Что такое дзида в четвертой? Это вот этот. Я не очень понимаю, как это рисовать, но, в общем, это вот как-то вот так вот идет. И после этого надо еще умножить на 2. То есть взять этот век, он куда-то туда уйти. И прибавить единицу. То есть вот так вот сдвинется. Так вот, теорема, которую мы сейчас докажем, утверждает, что мы докажемся ровно в корне из 7. То есть на самом деле сумма Гаусса для числа 7 – это и корней из 7. А сумма Гаусса для числа 5 – это просто корень из 5. Так, все-таки для тех, кто не понял, откуда вот это возникает, объясняю. Когда вы будете выписывать для 7, то сумма представляет собой следующее – 0. Дальше. Символы жандра из единицы – это у нас единица. Символы жандра от двойки – это единица. От тройки – минус единица, поэтому будет минус. От четверки будет единица. Символы жандра из 5 по 7 – это будет 5 по 7. Это что такое? По-моему, это минус. Господа, давайте соображаем. Символы жандра – 5 по 7. Как быстро сообразить? Кто-нибудь знает этот способ? 5 – это то же самое, что минус 2. Замечательно. Минус 1 по 7 – это у нас вообще-то минус 1. А 2 по 7 – это плюс 1. Все, минус. Здесь будет минус зитов пятой. Так, и зитов шестой будет тоже минус, потому что это тоже не квадратный. В общем, можете проверить, что будет такое угрожение. После этого осталось написать эту сумму, а зитов пятый и зитов шестой сложить и получить вот такое же выражение. Так вот. Господа, для того, чтобы сейчас доказать квадратичный закон заимствий, я должен сделать такую шуму. Посчитать квадрат суммы Гаусс. Субтитры создавал DimaTorzok